2700 человек пополнили ряды студентов Самарского экономического университета в этом году. Это самый большой показатель для вуза за последние 15 лет. Среди первокурсников 14 стобальников, а средний балл ЕГЭО, поступивших на бюджетные места, почти 84. Это один из самых высоких показателей среди экономических вузов страны. Учиться в СГЭО приехали студенты из разных регионов. Один из самых актуальных вопросов – новое общежитие. Как отметил губернатор, эта тема актуальна для многих самарских вузов. И вопрос будет решаться, возможно, и с использованием средств от нового облигационного проекта. Мы выпускаем облигации. Мы, может быть, даже пойдем на то, что из тех денег, которые мы будем выручать, будем строить и общежитие. Разделяем полностью эту вашу озабоченность и будем думать, как эту проблему решать. Образование на высшем уровне. Но смогут ли студенты, выйдя из вуза, столь же удачно устроиться на работу? Создание новых рабочих мест – одна из приоритетных задач. Поэтому регион активно работает над привлечением инвесторов. Что касается нашей области, мы в последние годы достаточно много сделали для того, чтобы мы стали привлекательными для тех отраслей, которые создают в большей мере рабочие места именно вам. Студентов и преподавателей волнуют и вопросы благоустройства Самары, дальнейшего строительства метро и поддержка молодых ученых. Мне хотелось бы спросить, будут ли еще какие-то меры по поддержке, особенно молодых ученых, студентов с вашей стороны? Именно развитию науки во всех сферах – от космической до педагогической – сейчас пристальное внимание. В приоритетах и инновационные проекты. О поддержке молодежи из отделе для будущих научных открытий говорил ректор экономического университета. Особенно, конечно, радует ваша забота о молодежи. Только в нашем университете три открытия спортивной площадки. И что самое важное, это забота не ориентированная только на сегодняшний день, чтобы отчитался и пошло, а ориентированная на будущие поколения. Я в данном случае имею в виду строящийся Гагарин-центр и вся инфраструктура вокруг. Глава региона подчеркнул, высшее образование призвано стать одним из двигателей региональной экономики. Ни один вопрос не остался без ответа. Общение со студентами губернатор продолжил и после завершения встречи. Марина Кравцова, События. Редактор субтитров А.Семкин